Студенты-сварщики выясняют, кто из них лучше освоил свое ремесло. Конкурс профессионального мастерства проходит в Тверском политехническом колледже. Как эксперты оценивают сварщиков, расскажет Наталья Чекет. Высокая температура, яркий свет, 6 часов напряженного труда. И так три дня подряд. Именно столько длятся соревнования на звание лучшего профессионала по компетенции сварочной технологии. Конструкция должна и красиво выглядеть, и соответствовать качественным характеристикам. У нас сначала проверяли сборку. После сборки у нас идет сверневой проход. Одним швом сварки, выполнение облицов с другим. За соблюдением правил наблюдают эксперты. Они же в конце рабочего дня оценивают выполненные работы. Причем не только визуально. Проверяют качество сварочных швов, правила выполнения работы, соблюдение техники безопасности. Оценивание должен владеть всеми видами сварки. В конце производится визуально-измерительный контроль, а также рентгенографический контроль производится. Механические испытания на излом. И гидравлические испытания, когда сосуд под давлением сваривают, то производят гидравлические испытания на то, чтобы выдерживал сосуд, воздух непроницаемый был. При всей сложности. Ребята у нас готовы. Как бы не нервничают, спокойно работают. И действительно, участники конкурса хоть и говорят, что задания не из простых, но волнуются не сильно и настроены показать лучший результат. Многие из них принимают участие в чемпионате впервые. Мастер позвал, предложил, я не отказался и приехал сюда. Самое тяжелое тоже, что к новым аппаратам привыкнуть нужно, к новому месту. Вообще сборка, наверное, чтение чертежей, вот это вот для меня самое сложное было сначала. Сейчас уже попроще. Задания сложные. За весь год обучения многому так не научишься. Захотелось чему-то новому научиться, опыт приобрести в дальнейшем. Тверской политехнический колледж давно выступает площадкой для проведения конкурса. Место подготовлено согласно всем требованиям регионального этапа. Тверской политехнический всегда традиционно на своей базе принимает на стажировку и преподавателей, и мастеров производственного обучения из образовательных организаций области. Поэтому все компатриоты, они с этим оборудованием тоже знакомы. Мы принимаем и детей для ознакомления с оборудованием. Поэтому мы стараемся, чтобы это не только было наше достояние, а достояние всей области. В этом году соревнования одновременно проходят на трех площадках. Тверского политехнического колледжа, Тверского химико-технологического колледжа и средней школы в деревне Макшино Конаковского района.